МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из космоса на теле нашей планеты можно увидеть огромные шрамы от упавших метеоритов. На Земле найдено несколько сотен таких кратеров. Многие из них превращаются в удивительные озера и даже обрастают мифами. Это самое почитаемое место у верующих на озеро Светлояр. Камень с отпечатком стопы Богородицы. По легенде, именно сюда явилась Богородица и накрыла своей спасительной плащаницей город Китиш. Легенды, мифы, чудесные исцеления. Тайны русской Атлантиды не дают покоя ученым и сегодня. Здесь были проведены десятки экспедиций. Но только сейчас, впервые, нижегородские археологи нашли остатки древних поселений. Правда, не на дне озера, а на берегу. Находятся различные остатки материальной культуры поселенцев, которые здесь, собственно говоря, обитали в этот период. То есть в 14-й, первой половине, 15-й век. Зачастую попадаются и более-менее интересные или даже, можно сказать, в кавычках, конечно, статусные вещи. Вот, например, бронзовый перстень. Ученые не склонны верить в мифы. Градокити же, по их мнению, здесь быть не могло. Были поселения, которые, возможно, и дали основу для рождения мифа. Могло здесь быть в домонгольской вреду поселение, но ни в коем случае это не град и там небольшое поселение. Это могли быть какие-то колонизаторы славянского происхождения. Я не знаю, что это могло быть. На исследование озера у преподавателя Нижегородского педуниверситета Алексея Киселева ушло несколько лет. Светлояр не карстового происхождения и не результат тайния ледников. У него космическая история. Оно появилось от падения метеорита. Само озеро Светлояра, оно как бы очень похоже на лунные метеоритные кратеры. То есть на Луне каждый кратер – это метеоритный кратер, мы там не сомневаемся. А на Земле, каждый раз сталкиваясь с такими геологическими формами, мы почему-то строим сомнения. Нет, здесь все точно так же. Здесь так же, как и у лунных кратеров, соблюдено соотношение высот, глубин, углов, наклонения вала. Две тысячи лет назад космическое тело диаметром в 50 метров на огромной скорости врезалось в Землю. Ударная волна прокатилась на десятки километров. Произошел разлом пород, кратер наполнился водой подземных источников. Подном Светлояра образовалась система трещин. Эти трещины вскрыли артезианские источники. Неземная история Светлояра подтверждается и большим валом вокруг озера. Во время дождя в озеро стекают красные ручьи. Для паломников еще одно чудо. Для ученых это доказательство, что был метеорит. Ну вот здесь вот такое красивое место, когда идет дождь, то дождь размывает горку вала, и красные глины, красные пески текут по белым. Это триасовые породы, которые в коренном залегании здесь находятся на глубинах порядка 50-60 метров. Начинаются вот на этих глубинах. Но ударные волны их выносят на высоты. Однако главного остатков метеорита на Светлояре так и не нашли. Скорее всего, пришелец из космоса был не железный, а каменный, который во время взрыва испарился. Генетическая энергия ударника, она, как правило, больше энергии химических связей. Поэтому вся масса, она превращается в плазменное облако гигантской температуры, с гигантского давления. Все это начинает расширяться. Ну, взрыв вообще, на самом деле, похож на ядерный взрыв. Вечер на озере Светлояр. На небе радуга, который обычно появляется после дождя. Удивительно, но дождь в этот день не шел. Конечно, и это явление объясняется научно. Однако так хочется верить в чудо. Площадь Байконура несколько сотен квадратных километров. На этой гигантской территории все, что необходимо космодрому. Стартовые площадки, монтажные корпуса, измерительные комплексы. Все эти объекты будто артериями, связаны с железнодорожными путями. Ведь главное средство передвижения на космодроме – тепловоз. На огромной территории космодрома уникальная железная дорога, которая имеет невероятную функциональную нагрузку. Будто главная кровеносная артерия, она дает жизнь всему огромному организму космодрома. Отвечает за эту работу организация с символичным названием «Космотранс». 15 станций железнодорожных, свое локомотиво-вагонное депо, свое железнодорожное хозяйство, 57 вагонов, 152 километра – это главные пути. Тепловозы везут ракетчиков на дальние площадки, спутники в монтажно-испытательные корпуса, ракеты-носители к старту. Бытующая на космодроме фраза, что все ракеты улетают из железнодорожного тупика – не преувеличение. Из года в год не меняется главное – время вывоза. Ракеты-носителя «Протон» в 6.30, «Союза» в 7 утра. Чтобы везти ракету, надо очень ее аккуратно, мягко везти, без толчков, чтобы толчков не было. Не дергать нельзя. Она не любит этого, понимаете? Скорость от 2 до 5 километров в час и никакой качки. Ракете это противопоказано. Николай Федорович на вывозе всегда. У него здесь свои традиционные точки для наблюдения. Говорит, что каждый вывоз особенный, но запоминается, конечно, первый. Запоминается все, конечно. Тогда я был не руководителем работы, был исполнителем, бегал, шустрел вот так, как мои подчиненные сейчас. Ладно, все готово. От вывоза тяжелого «Протона» особое впечатление. Целый состав медленно перемещает гиганта к старту. Однако старожилы говорят, вот в ноябре 88-го было зрелище. Тогда два мощных тепловоза по параллельным веткам на специальной тележке вывозили на старт связку. Энергия «Буран». Мы видели, сидели, как раз я на смене был в тот день. Сидели, смотрели, удивлялись. Какие огромные машины. Сегодня здесь уже нет тех тепловозов, на которых вывозили триумф отечественного ракетостроения. Так же, как и не осталось рельсов с царским клеймом, которые вели к стартовой площадке. Но осталась память и рассказы отца, после которых и пришел на космическую железную дорогу Александр Носов. Попал сюда в Тюратан, когда засекреченные машинисты были. В 57-м году здесь вот паровоз, который на пенсии стали, стоит. Он возил на нем щебенку сюда, потому что строительство открывалось, воду возил для солдат пить. Ныне отцовский паровоз на пенсии украшает вход на станцию «Городская». Для горожан и гостей Байконура – просто памятник. А для местных путейцев – символ славной истории поколения космоса, в которой железная дорога сыграла одну из главных ролей. На Землю прольется звездный дождь из метеорных потоков созвездия Персея. Уже с 25 июля мы будем наблюдать падение обломков кометы из пыли и льда. Как утверждают ученые, в этом году звездный дождь будет необычно ярким – до 120 метеоров в час. Наблюдать такую красоту лучше всего за городом и ближе к полуночи. Так что торопитесь подобрать хорошую компанию и вперед на природу, загадывать желания. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова